Ребят, я вас всех приветствую! Сегодня мы говорим о Камре 70-ке американки и о европейке, и о возможном выборе. Я знаю, есть люди, которые думают взять американку или же все-таки европейку взять. На чем и как сэкономить можно. Понятно, что американка это всегда в какой-то степени экономия, но где ее обслуживать, во сколько она станет, какие есть сюрпризы по американке, все-таки свежий автомобиль, мы сейчас говорим о 70-ках, и как с этим совсем быть. То есть вот этот вот расклад весь, сейчас я попытаюсь вам обрисовать, и думаю, что видос будет полезный как раз для тех, кто находится в таком поиске. Ребят, у меня у самого сороковка, это приятеля 70-ка, я иногда ее беру там покататься на какие-то дни, и сейчас вот я даже поехал масло поменять на ней, то есть заехал к официалам поменять на ней масло. И смотрите, сразу же получается картина. Звоню им, официалам, говорю, у меня сороковка, я просто на другом автомобиле хочу подъехать поменять масло. Я говорю, там по акции у вас есть. А, ну давайте. Я говорю, хорошо, там сколько? 1300 гривен у них, ну это 50 долларов, там плюс-минус. Ну вернее даже минус, это где-то 48, то есть недорого совершенно. Это фильтр, это работа и само масло, конечно же, ну на тревете, понятно, нормальное. Вот. И я, соответственно, говорю, ну запишите меня, пожалуйста, я к вам подъеду тогда там на днях. Все, перезванивают там через минуту, говорят, подождите, стойте, так это же у вас, вы говорите, сейчас другая 70-ка. Я говорю, да, другая 70-ка. Нет, нет, это уже за эти деньги не будет такие довольные, там мол, готовьте кошелек, это же гарантийный автомобиль. Я говорю, фигушки, это американка, не официал, нифига не гарантийный. Они такие, знаете, как расстроенные немножко, ну говорят, да, ну ладно. Я говорю, так что, получится по акции за 50 долларов, ну за 1300 гривен. Да, да, получится, конечно, подъезжайте. Все, собственно говоря, вот это вот поехал, сейчас поменял масло в автомобиле. И вот вам обслуживание Camry американки. Ребят, как вы понимаете, бояться тут больше нечего. То есть, ну да, еще фильтра, которые там салонные, фильтр в двигателе, это будет на вашей совести, безусловно, конечно. В плане обслуживания об этом забывать не надо. А, колодки, конечно же, еще колодки. Ну, друзья, как вы понимаете, это абсолютные мелочи. То есть, если вы берете американку, к примеру, то в плане обслуживания, вот мы этот пункт сейчас хотя бы первый, да, закроем и пойдем дальше там. Вам бояться совершенно нечего. Теперь вот далее. Как вы понимаете, то есть здесь вообще копейки и ломаться здесь нечего. Что из себя представляет американка, по большому счету, и что европейка? Ребят, вот американка 70-ка во всей красе. То есть, причем это у нас до рестайлинга, ей уже два годика. Так вот, друзья, я сейчас не хотел бы вдаваться в глубину отличий каких-то, потому что на самом деле их здесь минимум. Знаете, как тут даже для таетоводов порой, когда рестайлинг делают, там не все таетоводы могут отличить. Но, ребят, как обычно, в американках у нас отсутствуют парктроники, если в двух словах, да. Но вот я не знаю, это плюс уже или минус. Я сейчас вам поясню. Здесь их тоже сзади нет, но есть камера заднего вида, штатная у нас здесь, которой вполне достаточно. И вам они, по сути, выходят здесь и не особо нужны, эти парктроники. Более того, я на сороковке на своей, бывает, вечером куда-то приеду, там, в темном дворе в гости оставить ее и думаю, спионерят их или не спионерят. У меня было, их воровали. Причем днем, средь бела дня под супермаркетом вынули парктроники. Пришел, парктроников нет. Я их потом купил, там, по объявлению на вторичном рынке. По-моему, свои же выкупил, как-то так. Поэтому вот в данном случае я уже сомневаюсь, с учетом камеры, да. Плюс это или минус парктроники. Но их здесь нет. Но это так, это мелочи. А вот, ребят, более глобальные вещи. Это что вы получаете, когда берете американку, к примеру, и что вы получаете, когда берете новую. Здесь стоит двигатель А25А ФКС. Это тот двигатель, который вам сейчас могут предложить автосалоны, как самую-самую новую Камри 2021 года в рестайлинге. Самую крутую. На секундочку. Он уже здесь в американке стоит года два как. Да, вот так вот. То есть и он получается уже не такой уж и новый, но глобально на рынке. Дальше. Коробка автомат в американке стоит восьмиступка. Неступка. Это именно та коробка, которую вам сейчас могут предложить дилеры в самой-самой новой Камри. Ну, поняли, да, о чем я говорю? То есть не все так однозначно получается. Я вообще, ребят, этого финта не понял. Ну, с учетом того, что я являюсь поклонником Тойоты в целом, но все же я адекватен и пытаюсь, да, минусы тоже какие-то подчеркивать, замечать и говорить об этом, то вот этого финта я не совсем понял. Ну, с другой точки зрения понятно. У них нет кузова. Им некуда ставить так, чтобы выкатить, да, в обновленном кузове все. Ну, вот в двух словах, экскурс в историю, то есть с сороковкой как было, вышел рестайлинг в Америке и именно на американку поставили два RFE, вот этот всеми любимый двигатель, который до сих пор и устанавливался даже на некоторые 70-ки. То есть, придя в салон, даже сейчас, у них есть остатки, к примеру, каких-то, ну, у некоторых автомобилей 70-ок европеек, вот люди заходят, ой, хорошая Камрюха, хочу вам сказать, да, это вот новая, покупайте. Только там двигатель будет совсем еще не тот. А вот в совсем новом рестайлинге, в самом-самом новом, да, вот 2021 год, получится именно тот двигатель, который был здесь, на совсем не новой американке. И там также, да, уже будет восьмиступка. То же самое, что и здесь. Поэтому, ребят, если, так сказать, у вас есть мысли, есть над чем задуматься. Потому что, приобретая американку, ну, вот так выходит, глобально вы получаете современный автомобиль 70-ку, ну, по начинке, да, по двигателю, по сердцу, по коробке. То есть, практически то же самое, что идет сейчас в рестайлинге. А это до Рест Америка. Есть над чем задуматься, правда? Вот такая картина у нас выходит, но она такая, с этим ничего не поделать. Плохо это или хорошо, ну, здесь, я думаю, знаки какие-то ставить бессмысленно. Но, тем не менее, это надо понимать, знать, особенно для тех, кто хочет и сэкономить, и выгодно купить, и так, чтобы приобретением за разумные деньги быть довольным. Да, ребят, я всегда очень аккуратно про заказы с Америки автомобилей говорю, потому что эта тема очень скользкая, на самом деле. У кого-то это разочарование не то привезли, понятно, у кого-то там радость, все получилось. Я этим не занимаюсь, поэтому я это всегда обсуждаю так, с нейтральной точки зрения. Поэтому и говорю, если, да, там, если всегда, говорю, получится найти в достойном состоянии, к примеру, 70-ку, то здесь не только экономия, здесь плюс еще ко всему же, вы получаете определенный набор в виде двигателя и коробки, более продвинутой, скажем так, более современной. Ведь многие как раз и говорят, Toyota, технологии, там, не совсем все так. Да все там так, начинается все с американского рынка. Ребят, я надеюсь, видео было полезно, особенно для тех, кто находится в каком-то выборе, в стадии выбора. Не забывайте нажимать этот колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления. Подписывайтесь, всем удачи, добра, пока! Пока!